Склонение количественных числительных. У числительных нет единой системы склонения. Числительные разных разрядов склоняются по-разному. Именно поэтому выделяются группы числительных, которые склоняются одинаково. К первой группе относится числительная 1, которая склоняется как прилагательная. Эта уникальная числительная имеет форму мужского рода – один, женского рода – одна, среднего рода – одно и даже форму множественного числа – одни. Просклоняем это числительное. Родительный падеж – одного, одной, одних. Дательный падеж – одному, одной, одним. Винительный падеж – один дом, например, или одного человека. Здесь имеет значение категория одушевленности и неодушевленности. Женский род – одно, множественное число – одни или одних. Творительный падеж – одним, одной, одними. Предложный падеж – в одном, в одной, в одних. Как видите, это числительное имеет окончания такие же, как и прилагательное. Ко второй группе числительных относятся такие числительные, которые склоняются как существительные. Как существительные первого склонения изменяются по падежам числительные 1000, как существительные второго склонения изменяются по падежам числительные миллион и миллиард, и как существительные третьего склонения изменяются числительные, обозначающие числа от 5 до 20, и числительные 30. Просклоняем числительные 6, 16, 30. Посмотрите, в форме родительного падежа, дательного падежа и предложного падежа эти числительные имеют окончание «и», как и существительные третьего склонения. В винительном падеже форма совпадает с именительным падежом, и в творительном падеже числительные имеют окончание «ю» с шестью, шестнадцатью, тридцатью. К следующей группе склонения числительных относятся такие, как 2, 3, 4. Это простые числительные, одно слово, одна основа. И сложные числительные – 200, 300, 400. Каждая сложная числительная состоит из двух основ. Обратите внимание на то, что у числительных 300 и 400 на конце пишется буква «а». Попробуем просклонять эти числительные. 2, 3, 4. И сложные – 200, 300, 400. Родительный падеж. Нет, двух, трех, четырех. Теперь будем склонять сложные числительные. Помните, что у сложных числительных при склонении будет изменяться каждая часть. Таким образом, получается, что у сложного числительного будет два окончания. Итак, нет, 200, первое окончание – ух, второе – нулевое, 300, окончание – йох и нулевое, 400, окончание – йох и нулевое. Дательный падеж. Дательный падеж. Двум, трём, четырём. Склоняем теперь сложные числительные. Меняется каждая часть. Появляются два окончания в слове. Дам, двум, стам, окончание – ум и окончание – ам, трём, стам, йом и ам, четырём, стам, йом, окончание – и ам. Форма винительного падежа совпадает с формой именительного падежа. Теперь трудный творительный падеж. Итак, недоволен двумя, тремя, четырьмя. Склоняем сложные числительные. Меняется каждая часть. Первая часть будет иметь такое же окончание, как и у простого числительное. Итак, недоволен двумя стами, тремя стами, четырьмя стами. Предложный падеж – а двух, а трёх, а четырёх. Склоняем сложные числительные. А двух стах – два окончания у нас здесь. А трёх стах – два окончания. А четырёх стах – два окончания. К следующей группе склонения числительных относятся сложные числительные от 50 до 80 и от 200 до 900. Так как это сложные числительные, то у них будут склоняться обе части слова. Таким образом, получается, что у каждого числительного будет по два окончания. Итак, склоняем именительный падеж – 80, два нулевых окончания, или 800, два нулевых окончания. Родительный падеж – нет 80, окончание «и», и ещё одно окончание «и». Нет 800, окончание «и» и нулевое. Дательный падеж – кому чему. Восьмидесяти – два окончания «и», восьмистам – окончание «и», окончание «ам». В винительном падеже форма будет числительных совпадать с формой именительного падежа. И теперь трудный творительный падеж. Кем, чем? Восьмью десятью – два окончания «ю», или, как вариант, восьмью десятью – также два окончания «ю». Но чем будут отличаться эти слова? В первом случае у нас разделительный мягкий знак – восьмью десятью. Получается, что это слово мы пишем с тремя мягкими знаками. Посмотрите. Или можем заменить первый разделительный знак гласный «е». Будет восемью десятью. Склоняем сложное числительное 800, ставим его в творительный падеж. Восьмью стами, окончание «ю» – «ами». И в первом случае пишем разделительный мягкий знак. Или восьмью стами, окончание «ю» – «ами». Только пишем вместо разделительного мягкого знака гласную «е». Предложный падеж. О восьмидесяти – два окончания «и». Или о восьмистах – окончание «и» и «ах». И к последней группе склонений числительных относят три числительных – 40, 90 и 100. Они имеют всего две формы падежные. Это форма именительного и винительного падежа. Посмотрите, 40, 90, 100. И в остальных падежных формах – в родительном падеже, в дательном, в творительном и в предложенном падеже – будет только одна форма – 40, 90, 100. Видите, окончание будет всюду «а». Продолжение следует.